Приветствую вас. Для начала, конечно, хотелось бы знать, в чём именно вам помочь. То есть вот вы просите помощи. Я понимаю, что вы просите помощи, но помощи в чём вы просите? Вот конкретно, да, конкретно. В чём конкретно вы просите помощи? В чём конкретно вы хотите помощи? В чём мы можем вам помочь? Вот. Например, сейчас, вот, например, исходя из того, что вы написали. Вот. То есть это вот, наверное, первая история, да, первый, наверное, момент, который я хотел бы вам сказать. Да. Первая история, что хотел бы сказать вам. Вот. Ам... Дальше. Мне девятнадцать лет, пищевый, живу с мамой. Не могу устроить отношения, недоверие ко всем людям. Значит, что можно здесь сказать? В первую очередь, наверное, то, что необходимо доверять себе. Как бы вот изначально. Да? То есть нужно сначала, чтобы было доверие к вам. Увалось к самой себе. А уже... Потом. Ааа... Всё остальное. Вот. Это, наверное... Перв... Это, наверное, первое... Что нужно... Что нужно сказать. То есть вы не сможете... Никому доверять. Ааа... Вот. Реально не сможете никому доверять. И это не будете... Ааа... Значит... Верить себе. Это первое. Второе. Ааа... Второе. Вы пишите, что живете со своей мамой. Да? Вот. Вы пишите, что живете с мамой. Ааа... Мне опять же... Представляется... Ааа... Здесь история... Такой... Что... Вам нужно определиться... Хотите ли вы жить... Ааа... С мамой. Вообще. Ааа... То есть... То, что вы живете... С мамой. Это... Ааа... Это проблемы для вас. И... Или нет. Да? Потому что... Ааа... Если... Проживание с мамой... Для вас тяжело, то... В первую очередь, налаживать отношения, мне нужно с ней... И с собой. Дальше. Ааа... Значит... Всегда... Начинаю выносить мозг... Не верю в любовь. Ааа... Выносить мозг... Зачем? То есть... Какая... Цель у вас? Ааа... Ну... Ааа... Выносить мозг? Ааа... Выносить мозг? Ааа... Вот конкретно. Ааа... Зачем вы это делаете? Дальше. Вы пишите... Ааа... Я не верю в любовь. Это... Довольно... Интересное суждение, потому что... Ааа... Любовь, надо сказать, не надо верить. Ее... В общем-то... Ааа... Просто... Те... Чувствуют. Любовь. И... Любовь к любовь, как правило, чувствуют именно к другому человеку. То есть, не к себе, а именно к другому человеку, честную любовь. В этом смысле вам необходимо опять же научиться принимать себя и любить себя, в первую очередь, чтобы не было таких проблем у вас, как вы, ну, как вы описываете вот на данный момент. Дальше идем. Так, никак не могу забыть свои детские обиды. Ну, вообще-то говоря, забывать детские обиды не стоит, потому что это влияет на вашу жизнь, так или иначе, это влияет на вашу жизнь, и забывать именно детские обиды не нужно. Им нужно работать, с детскими обидами необходимо работать. Работать необходимо с ожиданиями, которые лежат в основе обид. Работать желательно с личной ответственностью, которой вам не хватает, которые вам не хватает, а вследствие чего появляются обиды. Вот. того, и работать нужно с лучшим восприятием тех, кто вас обидел. то есть, как бы, со смещением, со смещением, со смещением, точнее, акцента, со смещением акцента в себя на, значит, всех людей. То есть, сейчас вы считаете, что, ну, к примеру, обижали вас и хотели обидеть вас, что это именно, вот, на вас была нацелена, значит, стрела поведения людей. Но, в действительности, это не так, именно вас обидеть люди не хотели. Вообще, это довольно неожиданное откровение для некоторых, что никто не хочет обидеть, как бы, специально. Вот, именно специально, да, обязательно никто не хочет специально. То есть, люди думают, либо, что они делают добро, либо, либо, там, делают что-то для себя. Но, они не хотят обидеть, обидеть. То есть, нет такой цели, что, вот, я его сейчас обижу. Его, её, да, то есть, никакой выгоды от этого никто не получит. То есть, никто не получит никакой выгоды от чистой обиды человека. Ну, что, абсолютно. Вот, вам это, ну, вам в это нужно вдуматься только. Вдуматься и сделать это, как бы, ну, в своей мысли. Что никто в целом мире не получит никакой выгоды, если будет обижать, ну, друг, ну, другого кого-то, да, кого угодно. Вот. То есть, это вот такая мысль, она достаточно непривычная, возможно, для вас будет. Вот. Ну, она, отражает, на мой взгляд, отражает, реальную картину, ну, реальную, реальную картину вещей, реальные, реальные, ну, реальные вещи отражают. Вот. По моему мнению, опять, бомбы исключительно только. Вот. Понимаете, да? О чем, о чем я поречу. Дальше. Эм. Так, у меня, эээ, детство у меня было, у меня, детство у меня было хорошее, детство, наверное, было хорошее, но проблема в том, с моей родителем в разводе, отца я не видел никогда. Но в детстве я очень нуждался, с ним не было, ну, знаю, его любовь, поддержка, забота, но этого не было. Ммм. Как вам сказать? Ммм. 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 Вот вы никогда не думали о том, как возникает болезненность. То есть, почему мы в чем-то, например, ну, в чем-то нуждаемся? Допустим. Вот. Вы никогда об этом не думали? Почему мы можем, эээээ, чем-то нуждаться? Вообще, я имею ввиду, вот именно вообще. Мне кажется, что если вы на этот вопрос, в том числе, для себя ответите, вот, если вы сможете ответить на этот вопрос. Смут, то будет уже хорошо. Откуда появляется вот эта вот нуждаемость? Почему она возникает? Возникает, ну вообще, пока вот просто вообще. Вот, это довольно важная история. Я рекомендую вам, скажем, на нее обратить самое пристальное внимание, да. Потому-то, прямо касается вас. Дальше. Мои родители унились по любви, но я здесь не могу уверить. Любовь, так как с этим словом, я привязываю предательство. Ну, опять же, тут то же самое. Вот как возникает предательство. Что вообще есть в предательстве? Ну, не лучше. Понимаете, вот это, на эти моменты их нужно рассматривать. Потому-то, вам это очень сильно мешает. Вот именно сейчас. На данный момент. Вот. То есть, что есть предательство? Знаете ли, выясните, что такое предательство? Вот вы, например, вы, скорее всего, предательство расцениваете исключительно как боль. То есть, вот, если люди, допустим, ну, мне, то есть, вам, причинили боль, то, значит, это предательство. По факту-то, ведь так происходит. Когда мне больно, когда мне больно, я говорю, что это предательство. Когда мне больно, вот. Когда мне не больно, я, ну, соответственно, не говорю, что это предательство. Но ведь ваша боль это очень такая, такая субъективная история, ваша боль, и ориентироваться на нее в контексте предательства, на мой взгляд, деструктивная история. То есть в данном случае мы говорим не о любви, в данном случае мы говорим о завышенных требованиях к любви. В данном случае мы говорим о том, что любовь ассоциируется у других с требованием чего-то от партнера. То есть если я люблю, к примеру, то я должен требовать что-то от людей, ну, других. И когда они, к примеру, мне этого не дают, а я чувствую боль, называю их предателями, что, в общем, является деструктивным, по сути, ну, потому что, потому что, так, это не работает. Это изначально не здоровое отношение. Далее. А какие действия можно назвать предательством, а какие нет? Вот точно, вот вы так говорите, да, дезинфляционное предательство. Какие вещи можно назвать предательством, а какие нельзя? просто, если просто подумать, если просто подумать, какие вещи, какие действия человеческие можно назвать предательством, а какие нет. и, на мой взгляд, на мой взгляд, предательством можно назвать те истории, те действия, в которых люди завершают какое-то, какое-то действие, а потом жалеют об этом. То есть, у них появляется ощущение, что они не правы. У них появляется ощущение, что они, ну, что они так не должны были, не должны были так поступать. Вот в этом случае это предательство, пожалуй. Вот. В остальных случаях, когда человек совершает какие-то действия, и он об этом не жалеет, это не предательство. С точки зрения объективного, как бы, мира. Это, ну, с этой точки зрения, это скорее просто действие, просто действие другого, которое не включается, вот, в образ, созданный его партнером. И все. Вот. На мой взгляд, это нужно учитывать. Дальше, обман. Ну, опять же, обман это из той же, в принципе, оперы, из той же, в принципе, серии, что, к примеру, по вашему, по мнению, допустим, по вашему мнению, вас обманывают. Но не вы позволили себе быть, к примеру, обманутыми. То есть, здесь вы, вы перекладываете ответственность на другого человека. Вот. 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 Это не является чем-то хорошим, это не является конструктивной позицией. и отношение, в общем и целом, строить, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ какая история. То есть, обман, это когда человек чересчур ждёт чего-то от другого, вот, и, собственно, излишне полагается на него. То есть, это, я не хочу полагаться на себя, да, и не хочу отвечать за себя, я хочу отвечать, я хочу, чтобы ты за меня отвечал другой. Дальше, я начинала, начала любить. Сама недавно поняла, что я эгоистка и стала требовать внимания, слишком много, капризно везде. Я, я никто другой, мне сложно строить отношения, спорте баллозам пола, поначалу на все, проходит время, начинаю не доверять. Вы боитесь близости, потому что не принимаете себя, не отделяете себя от других людей. И любовь для вас это механизм слияния, по сути. Вы почитаете, вы знаете, что такое слияние, вы пытаетесь сейчас слить именно, именно, поэтому вы и испытываете все эти чувства. Любовь для вас это слияние, а на самом деле любовь это не слияние. Вот, так что я думаю, что в первую очередь вам нужно учиться выстраивать с людьми, с людьми, такие отношения, которые не приводили бы к баллезинам и слияниям. Вот, в принципе, это такая история. Дальше, я начинаю накручивать себя, что мне не любит, что мне врёт, начинаю навязываться, не думаю во время ссоры, что я говорю, не думаю о последствиях, помогите, пожалуйста. Но здесь нужно и потребностную сферу вашу исследовать и реализовывать отдельно. Здесь нужно и представление о себе корректировать, потому что они у вас явно, они у вас неадекватные, да, отличаются от реальности, отличаются от того, как вообще, да, в норме, в норме происходит. Вот, то есть это всё корректируется. Вот, если есть желание, будем поработать, обращайтесь. На этом всё. Если остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи вам.